всем привет небольшое видео буквально 30 минут я в рязани и прямой эфир из инстаграм внизу видите мой профиль если кому интересно заходите путешествуйте вместе со мной но не только путешествуете в общем смотрим эфир это место где все гуляют и место называется на полетайском рынке здесь вот такая церковка офигенная и парк летом здесь и осенью и весной очень классно мы попадали всегда здесь весной и осенью летом я не видела но все говорят в принципе очень все благоустроенно и так красиво это район полетайского рынка я уже рассказывала и раньше ну кто вообще смотрит stories и так далее да привет всем мы вот жили вот в этих домах это новостройки на стройку нам там слышимость не понравилась очень-очень они строены как бы с фанерой громкость такая ну и цены на квартиры конечно большие вот если вот эти дома взять они такие модные современные но тем не менее такой район из всех современных домов вот это единственные дома которые современные а все остальные здесь такой как бы старый центр эти этажки и так далее и так далее и так далее но тем не менее здесь очень хорошо гулять ходить гулять и усложнаться жизнью в Рязани сейчас товарищи Элькиночка привет да привет давай не будем о таких вещах говорить да 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 я не смотреть я уже все посмотрела я это пусть это останется лично я хочу сказать что в Рязани сегодня плюс сколько 5 плюс 5 в Магадане минус я Алла привет да привет так сейчас я я же пытаюсь я камеру пытаюсь повернуть так что она у меня не поворачивается ой подождите сейчас 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 я буквально вот так хочу сделать вот так вот вот так извините извините да о все получилось 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 так да привет я просто жду подружку нет это я лапа для девочки нет это я лапа для девочки ну что ну ветер знаете вот несмотря вот эти плюс 5 я же в общем для меня это такая непонятная погода мне в этой куртке не жарко она пушная меховая внутри не жарко потому что холодный ветер вот посмотрите какая красота там за спиной я уже сегодня была с утра во многих районах города да привет кто присоединяется да ветер очень холодный я я специально для вас знаете чё расчесалась а ветер ну из-за этого я не знаю кого у кого снег пугает наверное тех у кого ольга привет уже спать пора она зашла в эфир снег наверное кто отвык от снега мытой мне например снег нравится я еще на лыжах не накаталась в этом году я вообще свои лыжи отдала в надежде что они мне не нужны думаю что они на самом деле конечно тихо знаю да привет хабаровску привет да да вот правильно ты говоришь я думала что если плюс то это вообще жара да нифига не жара мне вот в этой куртке вообще офигенно классно вообще классно я такая была красивая с утра расчесалась но я решила с вами поговорить потому что я уже съела знаете вы видите какой я беляш ела а я же вам не показывала это я пошла в группе беляш вот такой вот вот такой вот вторая рука у меня здесь точнее он называется не беляш здесь есть шаверма или шаурма мы каждый раз ныряем на политайский рынок и такая она вкусная она знаете делается на таком тесте дрожжевом она мне объяснила называется она не чебуреки называются как-то по-моему здесь влажный ветер я не знаю какую если честно вот мне казалось что влажность там где море я не взяла рукавички я взяла рукавички я взяла рукавички да но у меня пока еще ничего не мерзнет я не в маске здесь 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 никто не ходит в маске в москве нормально то есть я вышла с самолета в маске там куча народа в маске ехала в маске в общем до Рязани я доехала в маске здесь вообще никто не ходит в маске ой товарищи мы говорим что там москву еще закроют с двадцатого числа то есть завтра это правда или нет кто в курсе кто в курсе мне же домой надо будет лететь когда я все сделаю у тебя у меня будет шушь на берегу я не знаю как стать красивой чтобы вот этого не было я я в Рязани обстановка с вирусом в Рязани спокойно пока не видела никого в маске в москве в масках ходят ну причем не каждый второй а каждый третий примерно я видела я понимаю что маски бесполезны но они хотя бы защитят тебя от того кто на тебя очихнет или пухнет да в Рязани нормально да я тоже слышала что здесь эпидемол логическая обстановка обстановка нормальная так же как в Магадане если не навезут какую-нибудь гадость эти тараканы которые разносят вирус по всему цвету у меня батарея садится сейчас подключу да 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 я понимаю это все ну хочется чтобы эти заболевшие или тех кто собираются там разносить эту гадость чтобы они не разносили эту гадость по свету вот честно вот мне например страшно зацепить и умереть в таком рассвете мне даже сегодня дочь которая говорила ой паника паника у нее куча друзей которые живут за границей она говорит она говорит страшно страшно она говорит мама все таки маска она хоть не особо предохраняет но по крайней мере ну ты че лысая что ли полу надо так закрыть шутка никакой температуры не меряют но все тихо спокойно в Магадане тоже этого не делают потому что у нас тоже такая обстановка что это не нужно прилетаешь в Москву тоже ничего нету потому что наши внутренние рейсы они не отслеживаются Шереметьево полупустой вообще полупустой я вчера сториз показывала ой что же у меня на голове так я подготовилась тут ветер испортил мне все сейчас я подключу ну конечно вот регент конечно мы боимся да ну на нашем веку такая фигня тут это война на Украине дом потеряла я допустим кто мог подумать что дом в который я вложила кучу денег там родители жили родились мы его потеряем для меня это горе горе для тех кто там на Украине остался не хочу эту тему затрагивать потому что кто знал что мы попадем в такое время когда мы будем терять что-то из-за войны и друзей и имущество и еще чего-то я не могу туда съездить я не могу съездить с мужем на могилы родителей и дедов потому что муж военный его не пускают да это тоже какая-то фигня потом подумать что будет вот этот дебильный вирус зачем я полезла в этот ранец мне надо даже достать а то у меня закончится эфир и вообще ничего не сохранится и все так непредсказуемо да вот мы живем живем бах и что-то такое случилось когда заканчивается заряд есть такая штука ой да и те потери трагедии сколько людей которые там остались даже просто такая тема очень трепещущая даже не будем мы про нее говорить вот я пока вот подсоединю так а как я подсоединю так подождите ждите так ждите ждите о вот так я подсоединю потому что да я видимо сегодня очень много снимала видео я понимаю что это раздутая фигня но сонька говорит вот очень много людей у нее знакомых живет за границей и закрыты города закрыты передвижение и на лаг кладут такие штрафы за передвижение даже если ты не по делу не за продуктами вот так что мне бы хотелось чтобы в магадане этого не было но раз я оказалась уже более своих дел и судьбы в этом месте мне хотелось как бы безболезненно а то я уже вот так вот делаю на себя вообще выворачиваться вчера я кашлянула в автобусе на меня уже смотрели но я была в Москве у меня просто горло чесалось просто воды не было попить но будем надеяться что это пронесет я вот не знаю я собираюсь пожить 2-3 недели как бы здесь вот в отпуске и надеюсь что Москву не закроют а тут что-то в новостях что-то передавали и мне хочется конечно вернуться в магадан атьюбрич господи так товарищи подождите пожалуйста я тут это посмотрите пока вот сюда пока вот сюда а я пока воды воды попью а то я не могу раскрыть видите какая красота погодка такая вот да регина обманчивая если в магадане минус 5 ой 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 товарищи я отлучилась ненадолго мне просто звонили я сижу подружку жду наших друзей магаданских Они живут в Рязани. Я умею пощу, пощу, пощу. Вот. Она сейчас идет отмахну. Мы пойдем с ней дальше. Ой, ну что, мы тут все что-то делали. У меня, вот смотрите, какая полгода. Я вообще не себя хотела показать. Я хотела показать партнер. Я сейчас расчешусь. Может, у меня будет лучше? Не, не получается лучше. Здесь ветер дует. Вы посмотрите, ветер. Он все прическу мою портит. Да? Так, поэтому... Так, поэтому я приодеваюсь. Вот какая я есть красивая. Я такую красивую останусь. Так, девчонки, чего вам еще рассказать? Я просто это, проглядела вопрос. И у меня звонок был. Да, да, Оля, мне так нравится вообще. Погода хорошая. Мне в Китеве же и Макадане нравится. Дизайн я просто как бы влюбилась в этот город. Еще порты такие на нее есть на будущую жизнь. Да, и поэтому я здесь. И мне нравится, что сейчас тепло. Хотя в Макадане мне тоже тепло, потому что я все время на машине. Но здесь тоже нормально. Не можно гулять, в отличие от Москвы, без масок пока еще. И представляю, как здесь будет классно летом. Так, а я так понимаю, Лена, это ты, что ли, да, там? No one 75, Лена. Ха, спать уже пора, а не прямые эфиры смотреть. Ну, давайте я немножечко вот здесь покажу. Прогуляемся еще. Видите, как скоро. Я сюда еще приду. А здесь. Ага, ага. Чекай, да? Мы в прошлом году вот сидели на тех лавочках с Наташкой, с сестрой. И ели... Ну, короче, покупали те же большие вот эти лаваши, господи. Чебуреки. Такие вкусные. Вообще здесь офигенно готовят. Даже эти и русские, они вкусно готовят. Вообще молодцы такие. Вот. Ой, а посмотрите еще, какая классная эта штучка висит. Вот. Представляете, разница в погоде. Да, шавермы, да, шавермы, да, да, да. Смотрите, голубей кормят. Смотрите, как здорово. И у нас тоже магаданские есть голуби. Мы это все знаем. Так, Игорек, как здоровье? Как здоровье? Да. Магадане... Так, я не знаю, сколько сейчас времени. Я иду навстречу, аж мне звонили, меня отвлекли, жишь. Часа два, наверное. Значит, Магадане сейчас у десять, да, вечера? Смотрите. Ой, а что это у меня со звуком? Что он так у меня появился? Популярный фастфуд. Мы такой фастфуд же не едим вообще в Магадане. Ну, я стараюсь не есть. А у меня Серега любит беляши, любит всякую фигню. Он хоть и худеет регулярно, садится с каждого понедельника, и с каждого первого января на диету. Но этой диеты ему хватает два дня. Потом он страшно голодный. А, одиннадцать вечера, ну, тогда с десять-три где-то, да, наверное. Ну, и здесь что я спрашиваю? Без десяти-три, без десяти-три где-то, да-да-да. Вот, видите? А, уже все не горит. Да-да-да. Вот. А я человек, я уже не поддерживаю. Я же такой в возрасте, что я красивая, да? Мне уже диеты никакие не испортят мою фигуру. И... Ой, нос затираю. Нос мерзнет, минус пять, но нос мерзнет. Но все равно теплее, чем в Магадане. Видите, я в куртке хожу. Причем на футболку я ее одела. Это шарф у меня вот так замотался. Так, что я хотела сказать? Вот про шаверму эту. Мы там это не едим. Я не ем вообще. Поэтому я сейчас просто съела и оторвалась. Мне так понравилась. Вообще такая прелесть. О, да. Так, ну что еще, что еще вам показать? Боже, мне так нравится, блин. Я не хотела ехать сначала. А потом вот надо. И поэтому я полетела. И сейчас я просто наслаждаюсь. И мне не скучно. Я думала, что буду скучать без сережки. Не, нормально. Первый день проходит отлично. Он уже спит. А я... А я вот хожу, гуляю. Ой. Рассказывайте о своих погодах. Как там? А как там у нас живут в Перми? У вас там снег еще лежит? Слушайте, здесь снега не было. Вообще народ говорит, такая зима была теплая. И только что я проходила мимо товарищей рынка. Там огурцы по 100 рублей. Буквально я сейчас вам их покажу. Ну, мне дядечка, надеюсь, даст их показать. Я такая, сейчас я такая перебегу дорогу. Действительно, она... Я сбегу дорогу. У нас зеленый свет. Так. Шняга? Я одна, да. Ну что, я же девушка взрослая. Я совершенно спокойно могу одна находиться. А, насчет огурцов. Смотрите. Короче, я вам показываю. Я просто вам покажу ценник. 100 рублей. Вот для тех, кто в Магадане. 100 рублей, товарищи, не поверите. 250 помидоры. Не 800. 250. И не 600. Ну, вы же балованы. У вас же перь, перь. Так, а насчет цены рязани. Помидоры 140 рублей. Представляете? 140 рублей. Ну, это бальзам для магаданцев, да? Ну, так вот. Не, ну, естественно, здесь, соответственно, и цены, то есть, зарплаты другие, естественно. Так, а где мне тут выйти прогуляться? Так. Ой, я люблю этот район, потому что мы здесь как-то вот прожили так хорошо. Да, 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 да. Цены на еду. И зарплаты, конечно, у них ниже. Я вот, например, сейчас мебель смотрела. Боже, она стоит копейки, у нас накручивают. Комод стоит 2-3 тысячи. Такой, как у нас в Магадане. Шкаф стоит 7-6 тысяч. Здоровый шкаф купе. Я таких цен не представляю. У нас маленький шкафчик стоит 13-15. Крутые стоят по 30-40. Понятно, что у нас очень дорогие затраты на пересылку, да, или как? На то, что привозят. Ой, дорого все стоит. Поэтому для меня вот эти цены. Я просто раньше, когда приезжали сюда, я не обращала на все внимание. Я сейчас походила, посмотрела, что почем. Мне понравилось. Особенно мне нравятся эти вот беляши и чебуреки по 50 рублей. У нас они по 100 и по 150. И здесь столько мяса. И очень вкусные, вкусные девочки, кто присоединяется. Да, молочка. Да. Здесь, знаете, мясные, тесто такое хорошее. Ну, короче, умеют готовить. Я не говорю, что у нас не готовят. Но у нас тут очень дорого. Понятно, что отдаленный регион, это все понятно. Так, и у нас молочка-то не настоящая. А если настоящая, это комаровская, она тоже дорогая. Поэтому я здесь сейчас буду есть огурцы с молоком. Много. Ну, конечно, прицениваюсь. Я же это... Ну, да, прицениваюсь. Вот. Так, это я иду просто, я пытаюсь... Небо, небо. Оно было сначала голубое, потом вот тучи какие-то наползли. Солнце светит. Ну, это такой вот район, как бы, со старыми домами. И вот откуда я иду, вот это вот надо было показать. Я уже зашла за эти дома. Ладно, ничего страшного. Думаю, еще не раз я так пошарюсь с вами по городу. Это опять я. Ну, понятно, что жизнь на Западе немножечко другая. То, что подешевле для них тоже дорого. Потому что вот сейчас женщина покупала, она спрашивала, сколько стоит та же чебурек. Я говорю, 55 всего. Она говорит, всего так дорого. То есть для нее 55 дорого. Может, было бы 30. Может, для нее тоже было дорого. То есть все так относительно. Ну, может, дарики. Посмотрим. И мы ее вместе с нас в своих местах. И... Мне здесь нравится просто гулять в этом районе. Такой, как бы, старинный центр. Хотя он считается престижным районом. Вот такие дорогущие квартиры там по-татарской. Это улица... Господи, скажите, Гагарина. Здесь тоже есть улица Гагарина. Вот. Потом, когда мы видим в центре... Вот я уже показывала в прошлом году и позапрошлом. Старую Рязань, современную Рязань, микрорайонную Рязани. Ну, именно со своей точки зрения. Может, рязанцы, например, немножко по-другому расскажут обо всем. То есть они больше знают. Но меня всегда удивляют, знаете, вот современные районы и порой современные здания, построенные возле вот таких зданий. Вот посмотрите, какие здесь сохранились еще раритетные балконы. Отпад, да? Просто пипец отпад. Вот так вот. Это я пальцами приближаю. Вот удивляюсь, что здесь вот именно такая... Я даже не знаю, архитектурой можно это назвать. Старинные балконы, старые, без ремонта зданий. Это без ремонта. Сочетание с современнейшими домами, с такими свеженькими, красивенькими, которые растут вот между вот таких домов. Вот. Так. Ой. Так что нравится мне погода. Лишь бы сейчас с этим вирусом все утряслось. Здесь-то я без маски похожу, но пока здесь тихо. Ой, что-то я это... Нос так смело утираю. Какая-нибудь красивая. Здесь вот наш друг работает, учитесь в Альдорадо. Тут там у нас только народу смотрят. Это Рязань, товарищи, Рязань. Ну, это, я говорю, не самое лучшее такое место, где я могу вам что-то показать. Я вот просто пошарилась в этом районе по каждому лапу другу. И вот если пойти по этой улице, то как раз мы упремся в эти дома на Стройково, где мы раньше жили, да-да, вот некоторые районы какие-таки не очень, не очень, да. А вот где я сегодня утром была, я потом вам поснимаю, и когда я буду там в следующий раз, я вам покажу, там так круто. Ну, там все строится. И причем это не так далеко. Вот, 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 видите, какие дома там дальше. Вот эти высотки там по 25, 27 этажей и так далее. Вот. А там вот старый город, старый город. И среди вот этого старого города может торчать одна высотка, допустим, такая вот здоровенная. Трамвай в этом городе еще ходит. Видите, вот от трамвая в эти штуки. В общем, вот как-то так. Да, ну, в принципе, и все. Я себя заняла от безделья, с вами пообщалась, рада была видеть и Регину, и Ольгу. Я этот город уже знаю, наверное, лучше. Нет, я не могу сказать, что я его знаю лучше, чем рязанцы. Но вот наши друзья, которые здесь живут несколько лет, они за это время не бывали. Там в библиотеке не бывали, в музеях и еще где-то. Я, наверное, побывала много где. Я единственная не была, знаете, где? Ну, не единственная, нет. Здесь есть место, родина Есенина. Это село Константинова. Константинова, да, Алла, ты что-то еще нет? Мы съездим обязательно, посмотрим. Но я попадаю осенью, и осенью уже такой поздний сюда. А говорят, там очень классно летом. Конечно, мне летом там побывает. Вот. И с Аллой съездим, наверное, на следующей неделе, или когда будет время, может, выходные. Я не знаю пока, не могу сказать еще по времени. Я посмотрю, что там, и, конечно, я поснимаю. Сделаю, если не прямой эфир, а сделаю... Потому что прямой эфир видео в таком формате в Инстаграм. Мне потом неинтересно его на Ютуб выкидывать. А можно будет сделать его, например, на Ютубе, и просто уже потом посмотреть видео. Или сделаю видео, и потом помещу на Анжелину Калейдоскоп Жизни, если что, заходите. Так, привет, там кому Кипру, Кипру пришел смотреть нас. Вот. Так, врачу я хотела еще рассказать. Врачу, врачу. Так вот, про то, что знаю я ли Рязань хорошо. Мы Рязань изучили с Сережей вдоль и поберег пешком, а также по гугл-картам. Потому что мы побывали в таких районах города, что я сейчас, когда куда-то попадаю, захожу, я знаю, как оттуда выйти легко. Вот, меня забрось там на парашюте, и я спокойно спущусь вниз и выйду, куда мне надо. Вот. Я вообще легко ориентируюсь во времени и в пространстве. Ну, во времени, наверное, не очень, а в пространстве, да. Поэтому я не потеряюсь в Рязани. Так, еще что хотела сказать. Я была в музее здесь, в музее игрушек. Я... Да, привет, привет. Не делала эфир оттуда. Точнее, я делала эфир, но он у меня не сохранился. Это было года два с половиной назад я была там. И я до сих пор не сделала... Я там наснимала много и не выложила это видео. То есть, я постоянно, когда сюда приезжаю, бываю в таких местах, в которых даже не все рязанцы бывают. Потому что им некогда. Так же, как, вы знаете, москвичи живут, кто-то постоянно где-то бывает. На катках, на мероприятиях, на концертах. Некоторые никуда не выходят. Так же и в Рязани. Есть люди, которым нафиг ничего не нужно. Они никуда не ходят. А мы шаримся. Кстати, здесь недавно был концерт. Приезжала Наташа Королева. Говорит, очень классно. Вообще офигенно. То есть, он такой, ну, такой концертик хороший. Еще, что еще вам рассказать. Так, по поводу района в Рязани. Ну, вот стою возле этого рынка. Да. Вы знаете, вот руки не мерзают. Это такое счастье, когда я в Макадане делаю эти прямые эфиры, у меня, значит, руки заверзают моментально. А тут вот просто как, да? А в марте тепло. Рязань холодно. Ну, это как сказать? А вот в Макадане-то как в это время? Не, нормально. В Рязани очень хорошо. Мне нравится. Ну, немножечко, но, скорее, немножко... Кто-то мне говорил, что у меня плохой маникюр, кстати. Он такой странный, смотрится так. Он, на самом деле, переходы вот такие вот. Ой, ее толстые пальцы обрубки с этими ужасным маникюром. Думаю, блин, вот та дура, которая написала этот комментарий. Думаю, боже, как у нее язык повернулся. Что она знает о моих руках, девочки? Ну, кто знает меня? Он может что-то сказать о моих руках? Впрочем, не люблю таких людей, которые пишут гадости, не зная ничего о человеке. Я считаю, что у меня руки золотые. И не обрубки, а красивые руки. И с хорошим маникюром так. Да, нет, я не хвастаюсь. Господи, мужик идет, думала, мой бывший муж. Аж испугалась, сердце встрепенулась. Так, кому там холодно в Рязани? Хорошо в Рязани. Так, где моя Галя потерялась? Думаю, мы домой сегодня не доедем. Ой, надо по случаю приезда, наверное, бутылочку вина выпить. Я вчера приехала, такая... О, затупило что-то. Что это затупило? О, оттупило. Господи, отчего этот тупеж начался? Тошло 16 часов дороги. Ну, ё-моё. Ну, ё-моё. Потому что из момента, когда я вышла из дома... Это, видимо, интернет... Было 12 часов дня. Самолет был 12-3... Полтретьего. Летели мы 8 часов. Крестью мы прибавляем за это время. И я приехала уже в Рязань. Я не считаю 8 часов самолета, и вот ты уже на месте. Нет, я же ещё потом ехала, добиралась в Шереметьево, потом ехала в Рязань. И у меня получилось, что я в общей сложности была в дороге 16 часов. Ну, в Магадан все знают, что такое добираться. Ну, конечно. Добираться, что значит? Ну, конечно, купа не тепло. Ну, а чё меньше? Чё прием? Не сравнить. Яна из тех людей, кто любит не тепло, а замороженный в холоде. В холоде замороженный. Мне жара вообще не нужна. Да хорошо, конечно, когда тепло, но плюс 22, например, в марте мне тоже не надо. А 40... А 40... Когда там, летом тоже не надо. Я не знаю, раньше мы как-то это переносили, а сейчас нет. Так вот, о чём я рассказывала. Тяжело 16 часов провести в дороге, и поэтому ты когда доезжаешь, ты просто мечтаешь о горячей ванне. И я мечтала о шубе. Вон Галя идёт, ага. Я мечтала о шубе. Галя, очень хорошо мои друзья делают шубу, поэтому мы когда едем, мы знаем, что нас всегда там ждёт селёвка под шубой. То есть, такая вот магаданская привычка делать селёвку под шубой. Она такая вкусно готовит. Вот. Так, я с вами прощаюсь, потому что... Ну, потому что я буду сейчас не одна. И, в общем, если чё, я буду делать прямые эфиры, так иногда по настроению. Там же не всегда есть, но когда будет, то сделаю обязательно. Ну, я поснимаю город такой, какой он есть именно сейчас. Так, всё, я, по-моему, уже долго была здесь, надоело всем. Пять человек осталось, остальные пошли спать. Поэтому я машу вам всем ручкой. И... И... До скорых встреч! Да, всё, спокойной ночи, Магадану. Спокойной ночи. Я тоже была рада вас всех видеть. Потому что я же вас всех знаю. Ну, чужие тут были, я видела, но они быстренько свалили. Ну, чё, какую-то тётку смотреть? Это вы меня давно знаете. Ну, всё, пока. Смотрите в записи на нашу ревизание. Ну, всё, пока-пока-пока. Буду ещё показывать. Путешествуйте вместе со мной. Ну, и для тех, кто любит путешествовать вместе со мной, можете побывать в Рязани в этот раз. Вот, посмотреть, как я летела. Здесь есть фотографии. Это мой профиль, Анжелина Магадан, в Инстаграм. Я всё рассказываю о путешествии, об отпуске. Вот, про чебуреки, которые называются Хычины. И буду показывать Рязань, такую, какая она есть, современная. В прошлом году я это делала. И также цены. Расскажу о ценах. Посмотрите, обратите внимание на огурчики и так далее. Ну, для северян, наверное, это зрелище не для слабонервных. Можно не смотреть. Ну, и путешествуйте вместе со мной. Пусть я даже уехала из Магадана. Но, чтобы вам не было скучно, я вам покажу другие места. Потому что мир такой интересный и разнообразный. Ну, с вами была я, Анжелина Джоли из Магадана. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.